Когда Эбоня была доставлена в больницу в ужасающих условиях, врачи решили ввести ее в кому, чтобы дать возможность организму восстановиться. Но пока она была без сознания, у нее начались роды, и медицинский персонал был потрясен видом ее чуда-ребенка. Эбоня Стивенсон была относительно здоровым и нормальным подростком из Олдхэма, по крайней мере, если не считать мучительных головных болей, которые она часто испытывала, будучи студенткой колледжа. Эти постоянные мигрени усложняли ее жизнь. Она не хотела пропускать занятия, но время от времени головные боли становились такими сильными, что она не могла оторвать голову от подушки. Однажды вечером, в начале декабря 2018 года, она легла спать, чувствуя себя очень плохо. Как всегда, она собиралась отоспаться как можно лучше и продолжить жить дальше на следующий день. Однако, когда мама нашла ее на полу в ванной, сотрясающуюся от спазмов, которые были похожи на судороги, ее немедленно доставили в больницу. Врачам потребовалось некоторое время, чтобы решить, что делать, но в конце концов они остановили свой выбор на искусственной медикаментозной коме. В течение нескольких дней казалось, что у их юной пациентки действительно случился какой-то припадок. При искусственной коме активность головного мозга успокаивается, поэтому врачи могут более четко определить тяжесть и причину судорог, а также соответствующий план действий. Когда команда медицинских экспертов работала с Эбони, они диагностировали у нее заболевание, которое повергло ее маму в полный шок. Это заболевание известно как маточная дистрофия, что означает, что у этой молодой женщины было две матки, причем вторая была скрыта за первой. Только одна из этих маток была соединена с фаллопиевой трубой. По сути, это означало, что у этой пациентки был небольшой шанс на зачатие, поскольку по фаллопиевым трубам яйцеклетки попадают в матку. Однако вторая матка, расположенная за первой, таила в себе тайну и огромный сюрприз – в тени прятался почти доношенный ребенок. Врачи больницы Грейт Манчестера были удивлены, что никто не сказал им о беременности девочки до того, как они ввели ее в кому. Это была бы важная часть информации, которой можно было бы поделиться с медицинской бригадой, которая боролась за то, чтобы помочь этой девочке. Но мама Эбони поклялась, что ничего не знала о ребенке и что ее дочь сама совершенно не подозревала о беременности. Во-первых, за последние несколько месяцев Эбони лишь немного прибавила в весе, и у нее не было заметной шишки. Однако, по ее словам, у нее были регулярные месячные. Но врачи сказали ей, что кровотечение должно быть было из другой матки. Они предположили, что судороги были вызваны невыявленной беременностью и, проведя несколько медицинских анализов, определили, что у Эбони была преэклампсия. Это состояние возникает только во время беременности. Кровяное давление повышается до угрожающего уровня, и плацента может разорваться, подвергая опасности жизнь как ребенка, так и матери. Время было на исходе. Врачам пришлось срочно делать кесарево сечение. Хотя мать Эбони, Шерри, все еще не могла смириться с тем, что ее девочка не беременна, она должна была дать согласие, чтобы врачи могли продолжить. Примерно через три часа после начала первых схваток они родили девочку весом 7 фунтов 10 унций, то есть ребенок весом почти 3,5 килограмма вполне здоров. Но у врачей были одна или две причины для беспокойства. Во-первых, поскольку его мать совершенно не подозревала о беременности, она не следила за своим питанием и употреблением алкоголя, а также не принимала полезных добавок. Эбони также была довольно спортивной девушкой и занималась физическими упражнениями на протяжении всей беременности, не заботясь о безопасности ребенка в своей утробе. По этим причинам врачам пришлось провести несколько тестов. Через три дня Эбони наконец вышла из комы. Медсестра, которая первой увидела, как Эбони открыла глаза, убедилась, что все ее рефлексы и реакции организма в норме и немедленно сообщила дежурному врачу, что его пациентка в сознании. Именно он первым поздравил Эбони с рождением девочки. Сначала она подумала, что врач перепутал ее с кем-то другим. Когда ей принесли девочку и приложили ее к груди, она подумала, что все в больнице сошли с ума. Она даже не была беременна, и врачи говорили, что она была без сознания всего три дня. Как она могла зачать и родить ребенка за такое короткое время? Однако врач объяснил, что у нее было две матки, и сказал ей, что все это время в ее теле таилась маленькая жизнь. В течение нескольких минут Эбони пришлось осознать тот факт, что ее дискомфорт был вызван невынашиваемой беременностью, и что за последние три дня она стала матерью. Неудивительно, что Эбони была совершенно ошеломлена. В свои 18 лет она даже не решила, хочет ли она вообще иметь детей. У нее не было постоянных отношений с отцом ребенка, и ей нужно было подумать об учебе и карьере. И все же теперь она была матерью со всеми вытекающими отсюда обязанностями. Но, держа на руках маленькую девочку, она не могла не думать, что та идеальна. Ей понадобится некоторое время, чтобы сблизиться с малышкой, а также обдумать мысли, которые проносились в ее голове. Но тем временем она придумала красивое имя для своего чуда. Она назовет свою неожиданную малышку Элоди. Пока Эбони занималась своим делом, к ней подошел один из врачей. Он был очень обеспокоен состоянием здоровья маленькой девочки. Казалось, что-то было не так с ее рефлексами и бдительностью. Сначала он начал задавать Эбони вопросы о ее образе жизни во время беременности. В тот момент, когда врач заговорил об этом, ее глаза расширились от шока. Как они и опасались, она не отказалась от употребления алкоголя или продуктов, которых следовало избегать, и не скорректировала свои тренировки в соответствии со своим состоянием. Второй причиной для беспокойства стал тот факт, что преэклампсия может вызвать ряд медицинских проблем у ребенка, таких как сердечно-сосудистые, метаболические и неврологические заболевания. Они могут страдать нарушениями в обучении, церебральным параличом, эпилепсией и даже глухотой или слепотой. Поэтому, если бы она дала разрешение, они хотели провести еще несколько тестов. Обсуждение этого вопроса повергло Эбони в смятение. Как она могла простить себя, если была причиной того, что ее маленькая девочка не была идеальной? По ее мнению, малышка выглядела прекрасно, но, получив новую информацию, она снова почувствовала себя подавленной. Но на этот раз по совершенно другим причинам. Теперь она была мамой и отвечала за принятие правильных решений для своего ребенка. В тот момент Эбони поняла одну вещь. Она сделает все, что в ее силах, чтобы ее дочь была здорова и счастлива до самого последнего дня. Когда Элоде увезли на обследование, Эбони разрыдалась. Она все еще пыталась свыкнуться с мыслью, что беременна, но совершенно не осознавала этого. Она также спросила себя, могло ли время между рождением Элоде и ее выходом из комы оказать какое-либо негативное влияние на здоровье ее дочери. Она слышала, что отсутствие эмоциональной привязанности может сыграть огромную роль в здоровье ребенка и в отношениях между матерью и ребенком. Наконец, они вернули Элоде к ней, и она прижала ее к своему сердцу. Малышка выглядела немного бледной и была ужасно тихой. Теперь все, что ей оставалось делать, это ждать результатов анализов. Примерно через три часа в палату вошли два врача и сообщили невероятную новость. Элоде была совершенно здорова. Сонливость была всего лишь побочным эффектом лекарства, которое было введено Эбони во время комы и которое должно было вывести организм ребенка через несколько дней. Функции ее мозга и сердца были проверены на оптимальном уровне. Молодая мама и ее малыш были выписаны из больницы позже, в тот же день, чтобы начать совместную жизнь. Несмотря на пережитый шок, Эбони и ее мама готовы начать новую, неожиданную главу в своей жизни и сделать все возможное, чтобы вырастить этого чуда малыша. У Эбони и Элоде это так мило звучит, почти как слова известной песни, и вселяет надежду на то, что их отношения, хотя и зародились неожиданно, навсегда останутся отношениями гармонии и безусловной любви. Субтитры создавал DimaTorzok